Я рад приветствовать в нашем эфире Бубакара Инглубаева, правозащитника Бубакар. Здравствуйте. Да, добрый вечер. Скажите, я вот читаю новости, которые приходят из телеграм-канала Кадырова из Чечни последнюю неделю всю, и я прям поражаюсь. Значит, недавно батальон Шейха Мансура, теперь второй, еще один батальон тоже борца за независимость Чечни. Что себе позволяет Кадыров, и неужели это вещи, которые можно? И было полное ощущение, что вот нельзя, нельзя ни в коем случае про сепаратизм, про независимость, про отделение из России хоть каким-то образом говорить. А тут внезапно сразу аж два батальона, не просто там слово или пост в телеграм-канале. Я полагаю, тут такая проблема произошла, потому что изначально Путин и Кремль рассчитывали, что Кадыров сможет поставлять людей из Чечни, они будут воевать и так далее и тому подобное. То есть был такой миф от войны в Чечне, что чеченцы хотят и любят воевать, но они ошиблись в том, что чеченцы любят и готовы воевать только за свою независимость, и только. Но ехать воевать там за интересы Путина, за его дворцы и тому подобное, они ехать особо-то и стараться туда не будут. И вместе с этим, наоборот, с 2014 года как раз-таки в Украине, на стороне Украины воюют и батальон Шейха Мансура, и батальон Хамзата Гилаева, и Жахара Дудаева и многих других. И тут Кадыров решил воспользоваться вот этой идеологией о том, что хорошо, раз не получается, раз люди в батальон Ахмат не идут, то, наверное, пойдут хотя бы в батальон Шейха Мансура и других людей, которые воевали за независимость в Чечне. Но я полагаю, что, ну то есть не полагаю, я точно знаю, что люди все равно туда ходить не будут, просто потому что никто не верит в священность этой войны, ни в коем случае. А это самое важное для чеченца, когда он идет на войну, за что он будет умирать и за кого он будет умирать. Ну, ни в коем случае не за Путина, не за Кадырова. Да, но просто тут еще есть такой яркий пример тоже из этой недели. Боец по ПМА, извините, Ильяс Якубов задержан и обвиняется в публичном оправдании терроризма за видео, на которое наложен голос Шамиля Басаева, который просто буквально говорит, что нас, чеченцев, нельзя сломить. Ну, то есть, в принципе, это какая-то очень такая абстрактная фраза, которая ничего плохого и никакого оправдания терроризма в себе не несет. Вот за это, значит, человек садится в СИЗО и, скорее всего, уедет в тюрьму далеко и надолго, а вот Кадырову, значит, можно и батальоны называть именами борцов за чеченскую независимость. Как вы думаете, Бабакар, есть в этом еще и такой момент, что, значит, ну, раз у них, у тех вот неправильных, с точки зрения Рамзана Кадырова, чеченцев, есть свой батальон шейха Мансура, то у меня тоже должен быть. Может это как-то вот на таких уровнях играть? Конечно, может быть, но тут почему вообще происходит такая история? Даже когда меня задерживали в резиденцию Кадырова, даже тогда, то есть у меня на телефоне был флаг Ичхерии, был там еще герб Ичхерии, и еще тогда, когда Кадырову говорили о том, что вот смотри, Рамзан у него на телефоне, вот есть эти символики, тот же Кадыров говорил, да, это существовавшее государство, что тебе надо? Мангомед Дашаев, в тот момент это был начальник полиции. Тут в чем дело? Кадыров сам себе, то есть, грубо говоря, в глубине души он, конечно же, тоже за ту же независимость и тому подобное, но говорить об этом не может, и когда у него удается хоть что-то проявить, он пытается это делать, но вместе с этим это такая вот царская льгота, только ему это можно, только ему можно слушать Масураева открыто, всех остальных за это будут сажать, только ему можно говорить о Басаеве, только ему можно говорить о Дудаеве, хвалить Дудаева в том числе, как он это делал раньше, очень любил это делать, про Гилаева говорил очень много хорошего, а если кто-нибудь другой, или я, или какой-то вообще какой-нибудь, не знаю, мамашник, даже если это селеба локального уровня, если такой это скажет, то его обязательно будут сажать, да и так далее. Но вот, ну вместе с этим Кадыров понимает, что в народе все еще сохраняется вот этот дух, и он пытается через эти манипуляции использовать это для себя и, собственно, для Путина. Бухара, как вы оцениваете вот как раз распространение и наличие этого самого духа и веру в Ичкерию, вне зависимости от России, внутри Чечни? Распространена эта идея? Много людей поддерживают такое или нет? Сейчас оценивать это вообще будет невозможно. Я часто слышал о том, что вот я был в Чечне, я это слышал, они мне говорят, этот человек мне сказал, этот человек мне сказал, это, и никто не сказал там про независимость. Так я тоже не говорил незнакомым людям о независимости ничего. Это история, которая обсуждается только лишь внутри себя, очень-очень-очень... То есть все подозревают, что кто-то может что-то рассказать. Но если вдаваться в историю, то каждый раз при любой исторической возможности эту возможность использовали. И сейчас я не буду спешить, не буду говорить о том, что нет, там, мы готовы или мы не готовы, или там, сломан хребет, или не сломан хребет. Это просто бесполезно, а время покажет. Бабакар, да, еще такой вопрос. Ну, конечно, нельзя не поговорить про Адама Кадырова. Вся грудь в орденах уже три медали у человека. Значит, на этой неделе появилось две новых. Он до этого обладал только одной, собственно, Чеченской республики. Теперь у него и Татарстана, и Кабардино-Балкария. Ну, почему бы и нет? Как бы, а в чем проблема? Многие, в том числе, есть такой политолог Борис Пастухов, это сын Владимира Пастухова, часто в гости наших эфиров, говорит, что это такая немного операция приемника, которым Занна Кадырова, ну, на будущее, понятно, что пока мал еще, Адам, но вот как вырастет, так вот эти вот ордена тоже, конечно, сразу припомнят. Это тоже будет таким поводом его во власть вводить. Как вы считаете, насколько такая версия возможна? Очень даже вероятно. В первую очередь, потому что даже когда Ахмат Кадыров умер, и я лично помню это время, мой отец и там наши друзья, соседи, никто не верил, что Рамзан Кадыров будет президентом Чечни, на тот момент это было президентство Чечни, думали, что останется Алу Алханов, который на тот, с поста министра МВД перешел на пост президента Чечни, никто просто не верил, что настолько тупой, необразованный Рамзан Кадыров станет президентом, и даже если станет, то он останется. В итоге это случилось. Тут единственное спасает, может быть, спасает, то, что времени нужно много, там, не как Кадырову тогда, три года, пока Алу Алханов держал это кресло для него, а прям 15 лет. И это может много спасти, но непонятно, что из этого выйдет. Единственное, я вижу противоречия в том же ордене от президента Татарстана, ну или как он его, Раиса называется, то, что депутат местного Татарстана говорит, осуждает эти действия Адама Кадырова, и вместе с этим, меньше чем через неделю, глава Татарстана, президент Татарстана награждает орденом. То есть это абсолютно ненормально. И вместе с этим, как вообще можно награждать человека, который избивал беззащитного, униженного, вообще безоружного, но абсолютно при своем отце-диктаторе избивает человека, который и так, я не знаю, в наручниках там находился, и ничего не мог даже, не то чтобы сделать, даже сказать ничего не мог, какое тут геройство. Ну, конечно, да, еще учитывая то, что личным фактически приказом и по личному разрешению Путина вывезли несчастного Никиту Журавеля в СИЗО именно в Чечню, как об этом просил Кадыров, но там дальше все понятно. Абубакар, вот как раз мне кажется, что вот Татарстан, то, что случилось сначала, значит, в парламенте республики Татарстана, а после этого орден, это такое немного извинение в классическом стиле Рамзана Ахматовича. Вот ты сначала, значит, сказал что-то, потом, во-первых, в тот же день сразу этот парламентарий татарский сразу же мгновенно извинился, но, видимо, этого показалось мало, нужно было и самого Мениханова, и самого главу республики Раиса тоже в этом замазать. Абубакар, ну вот такой вопрос тогда, смотрите, раз у нас получается, что, значит, есть Адам Кадыров, который вполне возможно станет каким-то преемником, значит, Кадыров отдел хочет отойти, или он куда-нибудь там в Сайд Федерации пойдет, например, или может куда-нибудь в правительство совсем, может есть какие-то у вас идеи, что дальше может быть с этим человеком. Ну, человек-то незаурядный, просто так, мне кажется, на пенсии отдыхать не будет. Он бы, он вряд ли пойдет куда-либо там в тот же Кремль, но я очень сомневаюсь в этом, потому что ему на самом деле безопасно только в Чечне, и он это тоже ощущает, и он в целом, ему тяжело быть в другом регионе, кроме как в Чечне. Он, если и будет отходить от дела, только лишь как-нибудь где-то в могиле полежать, таким образом, либо, я не знаю, какой-нибудь, как Назарбаев, Сталин просто символичная личность и только. То есть, только такие два варианта. Но ничего будущего там в Кремле я совершенно не вижу для него. Ну, это мое мнение, я поговорю. Почетный глава Чечни Рамзан Кадыров. Что ж, спасибо большое. Бабу Бакарин Голубаев, правозащитник, был с нами на связи. Спасибо, Бабу Бакар. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова